Приступили к действиям. Уже давно правительство республики вплотную занимается привлечением туристического потока. Вместе с общественностью обсуждалось немалое количество идей, предложений, концепций. На этот раз на совещании по туризму был представлен конкретный план работы. Нам нужны рабочие лошадки или пчелки, как угодно назовите. Вот, пожалуйста, кто готов работать? Обозначены сроки, назначены ответственные. Рабочая группа делает первые шаги. Были изучены основные музеи в столице Чуваши и районах республики. Цель – выявить в их стенах то, что было бы интересно посмотреть туристам из других регионов и зарубежья. У вас великолепный музей вышивки, которое, в общем-то, вот это то этническое искусство, которое отличает, наверное, Чувашу от всех других регионов России. То, что касается Чапаева, да, это тоже бренд, так скажем, города, потому что об этом, к сожалению, никто не знает. И вот это надо тоже каким-то образом продвинуть так, что это же легенда, да, нашего народа. Ну и плюс сегодня мы посмотрели музей космонавтики. Кстати, очень продвинутый музей, но, видимо, космос делает свое дело. Мне посчастливилось посмотреть на вновь строящуюся этническую деревню, это, по-моему, ясно называется, что тоже такая вот уникальность, кстати сказать, республики. Вот поэтому мы сегодня и вчера, и сегодня подбирали те музеи, те объекты показа, которые были бы интересны для школьников прежде всего. Но для того, чтобы чебоксары смогли стать туристическим городом высокого уровня, одних музеев недостаточно. Вопрос комфортного проживания тоже очень важен. Размещение, питание, транспорт – все это должно соответствовать стандартам. И не стоит забывать о сувенирной продукции, ведь нужно же туристам увезти с собой кусочек солнечной Чувашии. Вопрос о продвижении и развитии туризма в столице республики – вот главные задачи, поставленные перед рабочей группой. Основная задача, с которой я считаю успешно, они уже выполнили эту задачу, которая им была поставлена на эти дни, это объехать наши музеи, которые можно связать с образовательным процессом, вместе с экспертами подготовить паспорта в соответствии этих объектов. Эта задача следующая, которая стоит, это связать нашу базу музеев с образовательной программой. И буквально это будет сделано в этом году, в течение декабря, представить эту программу на рассмотрение уже в Россию. Но кроме этого, так как мы выделяем акценты, соответственно, подтягивается и инфраструктура. Музей Чапаева, трактора, Чебоксарская ГЭС, мемориальный комплекс в Шоршеллах. Чувашии есть, что показать гостям. Но дети, которые приедут, не должны быть просто сторонними наблюдателями. Планируется вовлечь их в интерактивные игры. Времени на реализацию проекта по детскому туризму не так уж много. Первые школьные группы планируют встретить уже в весенние каникулы. Юлия Важенина, Олег Якимов, Республика.